Как мы из убитой квартиры в старом фонде 1867 года сделали уютную и яркую квартиру для моей семьи. В этой квартире не было ванной комнаты, и мы провалились на первый этаж. Также во время ремонта происходила какая-то мистика. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Привет, InMyRoom! Рада вас видеть. Проходите ко мне в гости. Меня зовут Ильна Ромаилова, я дизайнер интерьеров и хомстейджер. И в этом выпуске я вам расскажу, как мы из убитой квартиры в старом фонде 1867 года сделали уютную и яркую квартиру для моей семьи. Мы находимся в городе Санкт-Петербург, в Адмиралтейском районе, на Лермонтовском проспекте. Этот дом – бывшая лечебница. Мы в этом убедились, когда делали демонтажные работы и находили строительный мусор в виде разных мензурок, банок, медицинских. Это было удивительно. Позже этот дом стал доходным домом Беляевых, и его конструктив был немного переделан. Эту квартиру мы купили пять лет назад. У нас был небольшой бюджет, но мы хотели квартиру именно в центре. Квартира находится на втором этаже, двор колодит, квартира достаточно темная. Также мы нашли здесь окна, заложенные кирпичом, одним кирпичом. И эти места мы использовали как места хранения. Изначально квартира была в ужасном состоянии. За счет этого процесс ремонта у нас затянулся аж на целых два года. Мы продали две машины, чтобы закончить здесь ремонт, наконец-таки сюда переехать. Здесь мы живем уже три года. В этой квартире не было ванной комнаты, и сама ванная была расположена на кухне. И когда мы демонтировали эту ванну, мы провалились на первый этаж. Слава богу, на первом этаже это не жилое помещение, там просто склад, и все как бы хорошо обошлось. Но за счет этого нам пришлось заменить все лаги за свой счет, и что повлекло за собой дополнительные расходы. И также мы убирали весь этот строительный мусор, и в это время мы увидели много разных мензурок медицинских. И тогда я стала смотреть историю дома и узнала, что это бывшая лечебница. В этой квартире две комнаты, и здесь проживает моя семья. Да, это я, мой муж, и наша маленькая дочь Мирослава, ей еще нет двух лет. И, конечно же, наша кошка Соня, которую мы очень любим, но она нам немного вредит, и вы сможете в этом убедиться. Квартира окнами выходит в типичный питерский двор-колодец, и освещенность в квартире достаточно низкая. Благодаря этому я решила использовать в квартире яркие, насыщенные цвета, которые дадут глубину и будут повышать нам просто всегда настроение. И еще я использовала один лайфхак, про который расскажу вам немножечко позже, а также расскажу вам, как на четырех квадратных метрах расположить удобную и функциональную кухню. Не переключайтесь. Цвета в этой квартире выбраны не случайно. Мой отец азербайджанец, и в силу этого я много в детстве проводила времени в Азербайджане и в Баку. Как известно, это достаточно яркая страна, яркий город, люди с хорошим настроением. И мне хотелось передать капельку, чуточку этого настроения, какого-то своего детства, передать какую-то свою историю. Также в этой квартире потолки всего лишь 2 метра 45 сантиметров. Благодаря этому я не хотела использовать классический белый цвет потолков. И я взяла голубой цвет и к нему уже добавила такой яркий, красивый таракот. А еще голубой цвет потолков выбран не случайно, потому что я живу в Петербурге, и здесь серое небо достаточно часто, и мне хотелось приходить домой, и чтобы у меня было всегда голубое беззолучное небо над моей головой. Это мой второй полный дизайн-проект, и здесь я набивала руку, набивала какие-то ошибки, и также здесь у меня были какие-то классные решения, которыми я с вами обязательно поделюсь, не переключайтесь. Муж максимально принимал участие в ремонте и вплоть до электропроводки и установки розеток, а я, в свою очередь, красила стену и потолок в этой квартире. Также во время ремонта происходила какая-то мистика. У нас появлялись рабочие, мы находили новых рабочих, и они у нас куда-то пропадали все время. Нам приходилось снова искать новых рабочих. За счет этого, конечно, качество, возможно, ремонта, ну, оставляет желать лучшего в каких-то моментах. В итоге у нас получилось прихожая, кухня, санузел, гостиная со столовой зоной и спальня. У InMyRoom есть свой телеграм-канал. Там собраны интересные идеи интерьеров, скидки и акции от партнеров, а также анонсы выходов новых видео. Ссылка в описании. Сейчас мы находимся в спальне, общей площадью 12 квадратных метров. Ранее это также была спальня. Здесь у нас просто крашеные стены. Потолок остался таким же голубым, как и во всем помещении. Кстати, изначально я планировала сделать здесь и стены, и потолок одного цвета. Даже покрасила потолок уже в такой бежевый цвет, и в итоге потом его перекрасила в голубой. Поняла, что не хочу, чтобы это было одной такой коробкой одного цвета смотрелось. Также в этой комнате есть бризер Tion. Он с улицы берет воздух, очищает его, и он поступает к нам в комнату. У нас всегда чистый и свежий воздух, что очень хорошо для сна. Кстати, интересный факт. Знали, что бризеры могут компенсировать отсутствие окна в закрытых помещениях. Особенности этой комнаты в том, что мы здесь расположили на небольшом количестве квадратных метров достаточно большую гардеробную. Ну, на мой взгляд, достаточно большую гардеробную. Насколько это было возможно сделать, сейчас я вам ее покажу. Основную гардеробную мы решили расположить в спальне. И в качестве фасадов мы использовали шторы. Почему шторы? Объясню. Потому что гардероб сам, сам шкаф непосредственно находится достаточно близко к дверному проему и к двери. И классическими фасадами просто было бы неудобно пользоваться. Нишу для гардероба мы образовали с помощью потолочной галтели, которую провели вдоль гардероба. И за потолочной галтелью мы как раз расположили на потолке потолочный карниз для штор. Саму гардеробную я спроектировала сама, так же сама, как и кухню. И мы заранее продумывали все места хранения. Здесь у нас расположена гладильная доска. Отделение есть специально для гладильной доски. Также есть отделение для вещей нашей дочки Мирославы. Это мое отделение и отделение моего мужа. Собственно, здесь расположена третья ниша. Ниша, которая здесь уже была, когда мы покупали при покупке квартиры. Сейчас я вам ее покажу. Вот эта ниша. Внизу у нас расположены детские игрушки Мирославы, которыми она сейчас не пользуется. Сверху одежда, которую мы не носим сейчас, например. Мы сделали подсветку в штангах везде для удобства. Кстати, интересный факт. Это ткань не ткань для штор, это ткань для платьев. Объясню, почему я выбрала такую ткань. Потому что, как правило, ткань для штор, она вся достаточно однообразная и скучная. Ну, в своем ценовом сегменте, да, если мы не говорим про какие-то премиальные бренды. И если вы хотите что-то интересное, то всегда можно обратиться к такому интересному приему и посмотреть что-нибудь в отделе, не предназначенном для окон. Пять лет назад, когда мы купили эту квартиру, у нас еще не было Мирославы. И здесь стояла только одна кровать. Потом у нас появилась Мирослава, и нам пришлось поставить сюда еще кроватку. Кстати, мы уже купили другую квартиру. Мы поняли, что нам нужно расшириться, и нам мало места. И мы на следующей неделе уже переезжаем в квартиру побольше, где у Мирославы будет отдельная комната. В этой комнате стоит кровать с матрасом метр шестьдесят на два. Две прикроватные тумбы, один столик, вторая полноценная тумба, детская кроватка. Кстати, хочу отдельно обратить внимание на изголовье кровати. И вся кровать у нас выполнена с таким интересным принтом, как если вы посмотрите поближе, это лошадки. Издалека кажется, как гусиная лапка. Ткань я тоже выбирала сама. Но, собственно, как и на всей нашей мебели, которая присутствует в квартире, везде ткань я выбирала самостоятельно. В этой комнате присутствует несколько сценариев освещения. Люстра по центру комнаты, потолочные светильники и бра с одной и с другой стороны кровати. Бра разные, как вы видите. Кухня общей площадью четыре с половиной квадратных метра. Здесь ранее также располагалась кухня, только вход был с вот этой стороны, прямо из прихожей. И ванная, как раз та ванная, про которую я рассказывала, после которой демонтажа, который наш рабочий провалился на первый этаж, она располагалась вот здесь. Кухня сама была в ужасном состоянии. Мы достаточно долго думали, как здорово сделать, как сделать хороший функционал этой кухни. Как вы видите, в этой кухне мы использовали яркие цвета. Это продолжение этого же цвета из прихожей. Это краска, и потолок у нас тоже крашеный, также голубой, приложение век потолок у нас везде голубого цвета. Пол инженерная доска непрактичная в кухне, потому что с кухней постоянно во время готовки, во время мытья посуды, когда мы загружаем, или выгружаем посуду из посуды моечной машины, постоянно капли падают на пол, и это все впитывается. Инженерная доска у нас не лак, а покрытие маслом. Соответственно, ну, кто знает, это дополнительные сложности, и более бережный должен быть уход за таким материалом, я имела неосторожность помыть полы моющим средством для посуды, что повлекло за собой смывку всего масла. Кухню я спроектировала сама, сама сделала чертеж, закупила отдельно материал, все отдала на раскрой, и мы даже ее собирали самостоятельно с мужем, отдельно заказывали фурнитуру, отдельно заказывали фасады, отдельно я их тоже проектировала, придумывала, какой сделать фасад, с какой сделать филенкой, с каким вырезом, и отдельно отдавала на покраску. В общей сложности кухня нам обошлась где-то порядка 150-170 тысяч, я сейчас уже точно не вспомню цифру, вот, ну, такой опыт. Теперь я знаю, как проектировать мебель, и, собственно, насколько можно дешевле сделать это, если знать, куда обратиться. Вот, и столешница у нас сделана из сращенного дуба, на самом деле не самый удачный вариант, потому что любая, если мы оставляем воду, вот можно здесь обратить внимание, что все, вода быстро впитывается, и все это начинает рассыхаться, и, ну, по истечению трех лет уже выглядит это не так эстетично, как было в самом начале. Вот, но в целом я все равно люблю свою столешницу. Могу вам рассказать, что нужно для того, чтобы спроектировать самостоятельно кухню, или не обязательно только кухня, это может быть гардеробная. Для этого вам обязательно потребуется конструктор, то есть, конечно же, сначала вы делаете эскиз, продумываете все вещи, которые у вас должны поместиться, что вы используете, что не используете, какую кухонную утварь вы используете при готовке, как часто вы бываете на кухне. Как правило, сейчас мы уходим к кухням гораздо меньшего размера, чем раньше, и чаще питаемся где-то в каких-то кафе и ресторанах. Вы обязательно должны свой эскиз передать конструктору, который уже грамотно сделает чертеж в программе, и далее он вам выдает конкретное количество материала, затрачиваемое на вашу кухню, и вы можете просто в любой, набираете в интернете в любой компании, которая продает все эти распильные материалы, ЛДСП, МДФ, закупаете его отдельно, везете в компанию по раскрою и присадкам, и также вам конструктор, который сделает проект на кухню, он также выдаст вам смету на всю фурнитуру. Вы также можете отдельно заказать всю фурнитуру, то есть на круг это получается раза в два, в три дешевле, нежели чем заказывать это в компании. Фартук у нас из керамогранита, он у меня был запланирован такой, как сейчас, просто первое время, когда мы заехали, мы жили без фартука, и здесь была просто стена, крашеная стена такого же таракотового цвета. Но спустя какое-то время мы положили фартук, потому что так было задумано изначально. Итак, давайте я вам расскажу по поводу наполнения. Здесь у нас находится холодильник встроенный, ниже морозилка, морозильная камера. Далее здесь бутылочница, но здесь я храню все вот эти вот моющиеся средства. Так, далее. Я сделала нетипично для всех, как обычно все делают кухни, над шкаф под раковиной, обычно он распашной. Я сделала два выдвижных ящика. Вот первый ящик, здесь у меня хранятся всякие витамины, лекарства, средства, которые мы используем каждый день. А здесь непосредственно корзины с мусорным бедром, средства для посудомоечной машины и какой-то... Не знаю, что сказать. И место для овощей. Картошка, лук. Далее здесь у нас посудомойка. Посудомойка небольшая, 45 сантиметров. Пока нам ее хватает. На верхних шкафчиках здесь у нас хранение, бокалы. Здесь тарелки, чашки, кружки. Всякие чаи. Квартира у нас газифицирована, газ мы сохранили, поэтому мы пользуемся газом, нам это очень нравится. У нас есть вытяжка, она вот такая вот сенсорная, это очень удобно. И также она выключается. Здесь я храню над вытяжкой всякие масла. Барочная панель у нас на 4 комфорки. Квартира у нас газифицирована, газ мы оставили, она газовая. Мы ей очень довольны. Она черного цвета, вписалась здорово в наш интерьер. Также ручки подходят под смеситель кухонный. И духовка в ретро-стиле, нам она очень нравится. Она тоже здорово вписалась в интерьер, тоже в черном цвете, с золотыми ручками. Раклин у нас керамическое белого цвета. Также у нас установлен измельчитель пищевых отходов. Это очень удобно, всем рекомендую. Смесители у нас два в одном, со встроенным изливом для питьевой воды, так как у нас есть фильтр для воды. Здесь у нас располагается лоток для осоловых приборов. Он, кстати, выполнен из тоже дуба. Здесь для всех остальных приборов. И такое хранение для кастрюль, крышек. Да, и самый важный момент. Доступ к газовой трубе у нас есть. Он находится за ящиками. То есть при желании у нас есть доступ к газовой трубе. Мы можем снять ящик и перекрыть вентили. И в этом году я заканчиваю художественную промышленную академию Штиглица на кафедре интерьера и оборудования. И один из проектов у нас была живопись. На первом курсе мы много рисовали. И эта картина, собственно, написана мною в академии. Я ее сохранила и разместила здесь, на этой кухне. Чему очень рада. Я считаю, что она супер вписалась в этот интерьер. Помните, я вам говорила про лайфхак, который обещала вам рассказать? Так вот, это зеркала в откосах. Я использовала этот прием везде, во всех откосах, оконных откосах. За счет этого я увеличила естественный свет в квартире и расширила пространство, небольшое пространство, в данном случае, кухни. Подоконники мы использовали деревянные, но из сосны, из самого недорогого материала. И они, конечно, как вы видите, за достаточно небольшой промежуток времени, за три года, вот пришли в такое состояние. Сосна достаточно мягкий материал. И лучше, конечно, использовать более прочные породы дерева. Ну, например, как дуб. Окна у нас обычные пластиковые, трехкамерные. Это ламинация под дерево была сделана. Ручки тоже в золотом цвете. И я хотела, чтобы это не было никакой фрамуги, что дополнительно бы давало больше света. Сценарий освещения на кухне у нас два. Есть основной свет, это обязательный свет. Цвет, идущий с потолка. Плюс свет рабочей зоны и рабочей поверхности стола. И также есть свет у вытяжки. Из зоны кухни мы переходим в зону гостиной. Здесь расположена столовая зона, и мы видим переход цвета уже из старакота в голубой. У нас как бы цвет с потолка спускается на стены. И также очень интересно, если вы обратите внимание, я еще раз повторю, что я сама красила стены, и изначально цвет был выбран вот такой. Он был гораздо темнее, но в процессе работы я поняла, что я хочу немножко светлее цвета, и взяла просто один из выкрасов посветлее, разбавила его с этим цветом, и получился тон светлее. И часть стены выкрасила в более светлый тон. Получилось такое интересное решение. Ранее здесь была расположена комната, гостиная, собственно, первая комната, и вход был в нее только один из прихожей зоны. Эта комната у нас получилась самой функциональной. Здесь разместились несколько зон. Это зона столовой, как я вам сказала ранее, непосредственно сама гостиная, такая небольшая уютная гостиная комната. У этого окна у нас мы расположили игрушки Мирославы. Собственно, она здесь играет. Также, так как мы работаем дома, нам обязательно нужно было рабочее место и хотя бы одно. И здесь у нас рабочее место расположилось. И мы использовали такой прием дизайнерский. Разделили прихожую и гостиную с помощью стены, в которую встроили шкафы. С одной стороны, это шкаф для верхней одежды в прихожей, а с другой стороны, это полка для книг и внизу комод для разных мелочей. До ремонта это была полноценная комната без перегородок. Это была проходная комната, я так предполагаю, что это была гостиная, достаточно была скучная, неинтересная. И она оказалась гораздо меньше, чем сейчас, благодаря разным манипуляциям. Стол у нас шпанированный, не винтажный. Этот стол мы делали под заказ. Вот так он выглядит. Круглый, в диаметре он метр. Допускает посадку до 4 гостей. Ну, возможно, если бы кресла были бы чуть поменьше, возможно, им побольше бы гостей помещалось. И над столом это была моя мечта, наверное, расположить такую люстру, свисающую и мягко освещающую зону приема пищи. И хочу поделиться с вами своей большой гордостью. Это комод винтажный. Я его реставрировала сама. На протяжении двух месяцев я еще жила на съемной квартире, реставрировала его в подъезде. И мне, слава богу, тогда соседи ничего не говорили. Подходили, говорили, как вы занимаетесь очень хорошим делом. Вот. Я на самом деле не знаю, какого он года. Возможно, вы, зрители, кто сейчас смотрит наш ролик, сможете подсказать, какого он года. Для меня будет очень полезна эта информация. Хочу с вами поделиться, как я отреставрировала этот комод. Для меня это было сложно и долго. Кажется, порядка двух месяцев я его реставрировала. Сначала я его весь зашлифовала. Ну, перед этим я, конечно же, посмотрела несколько роликов на ютубе, как правильно это сделать. Сняла все декоративные детали, покрыла каким-то средством от вредителей для дерева. И далее я потом уже приступила. Также были еще какие-то элементы отверстий. Их я тоже закрывала пробкой, шлифовала, покрывала клеем. И потом уже приступила непосредственно к покрытию, выбору цвета. И сначала цвет я выбрала другой. Он мне не понравился. Я снова его зашлифовывала. И потом покрывала уже снова тем цветом, который вы видите сейчас. При поступлении в Академию Штиглица я брала курсы у Александра Кондратьева. Это наш достаточно известный художник в Санкт-Петербурге. И написала у него вот эту вот картину. Это моя работа. Тоже вот здесь вот она отлично вписалась над этим комодом. А вот моя кошка. Это ее место. Это ее квартира. Ей, наверное, не очень нравится, что мы ей тут немножечко мешаем. Это моя бурочка. Еще хочу обратить ваше внимание на подоконники. Они здесь достаточно низкие. Всего 35 сантиметров от пола. Что, безусловно, хорошо для данной квартиры. Дает нам дополнительное освещение, естественно, на квартире. И радиаторы, расположенные на стене. Ранее радиаторы были расположены также, на самом деле, на стене. Вот один радиатор был расположен на стене, где сейчас стоит комод. Мы оттуда его убрали. Один радиатор был расположен здесь. Вот. Мы также это сохранили. Просто заменили сами радиаторы. Сейчас мы находимся в зоне гостиной. Здесь у нас расположены тоже винтажные кресла. Мы их приобрели на всем известной площадке бэушной мебели. И реставрировали. Я их уже реставрировала не сама лично. Но выбирала все цвет, ткань, заказывала. И в этой же зоне мы расположили детский такой уголок. Здесь Мирослава прекрасно играет. Достает свои игрушки, которые хочет. И вот у него такая получилась зона. Здесь у нас рядом с креслом тоже мой любимый кофейный столик. Это индийский столик, выполненный руками. Это ручная работа. Я его очень люблю. И он очень хорошо сочетается с моим комодом. Шторы я сшила сама. Покупала в обычном тканевом магазине. Сделала замер. И, собственно, сама сшила шторы. Шторы ручной работы тоже. Диван здесь небольшой. Он не раскладывается. Потому что здесь мало места и не хотелось. Ну, соответственно, если бы ставить какой-то большой диван, он съел бы все пространство. А хотелось максимально сохранить это пространство. Мой муж этому очень недоволен. Он очень хочет раскладывающийся диван. Но мы все время по этому поводу с ним ругаемся. Также в процессе ремонта мы обнаружили в стенах ниши, которые мы в дальнейшем использовали как места для хранения. Вот одна из этих ниш. Здесь расположены все мои рабочие учебные документы. Всякие разные папки, в которых тубусы, разные ралы. Так скажем, мой рабочий уголок. У нас два винтажных кресла. Вот одно кресло стоит здесь. В процессе как-то жизни получилось так, что мы в итоге это кресло освободили здесь больше пространства. И это кресло у нас расположено у письменного стола. Рядом с письменным столом у нас книжный шкаф. У нас очень много книг. На самом деле это не все книги, которые у нас есть. Принтер. Мои рабочие разные журналы. И очень много места для хранения разных вещей, документов. Ну, куча разной мелочи. По сценариям освещения в этой комнате их достаточно много. Отдельно освещена каждая зона. Над столом у нас есть свет обязательно. Есть свет в зоне книжного шкафа. Если нам нужно взять какую-то книгутину. Также свет в зоне гостиной на потолке. В зоне гостиной у дивана. Если нам нужен мягкий, приглушенный свет, у нас этот бра горит всегда, круглосуточно. Также свет над обеденным столом. Обязательно. Подсветка. Подсветка в данном случае рисунка. Кстати, который я тоже делала, рисовала сама в Академии Штиглица. И свет, который освещает комод, зону комода. Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom. Там много классных идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего рум-тура, то присылайте свои фотографии готовых интерьеров вот на эту почту. Сейчас мы находимся в прихожей. Ранее здесь находилась прихожая тоже. Она была немножечко побольше. Мы ее уменьшили за счет увеличения ванной комнаты. На стенах у нас краска. Тоже терракот, как и в кухне. На потолке тоже краска голубого цвета. Если вы обратите внимание, то краска на стенах терракот, она заходит на 10 сантиметров на потолок для визуального увеличения высоты потолков. Высота потолкова 2,45, напомню. Такой тоже дизайнерский прием. На полу у нас керамогранит. Полы с подогревом. Эта дверь ведет в санузел. Двери у нас всего две. Это в спальне и в санузел. Двери белого цвета поддерживают плитку на полу белого цвета. Здесь ранее располагалась вторая дверь. Мы в процессе решили, что мы ее ставить не будем, хотя тоже изначально планировали ставить вторую дверь. Мы решили, что это будет неудобно и зачем, когда у нас стоит хорошая входная дверь. Мы просто использовали это пространство как такое мини-предприхожее, скажем так. Рядом с дверью мы расположили пылесос и электрощиток здесь расположен. Также роутер тоже здесь. А это еще одна моя гордость. Это сундук, в котором мы храним разные вещи. Я его очень люблю. Это тоже сундук индийский. Он как комплект к моему кофейному столику, только в другом цвете. Сейчас вам продемонстрирую. На самом деле очень удобно в маленьких... Он так скрипит. Очень удобно в маленьких прихожих, в маленьких пространствах иметь такое дополнительное место хранения. Над сундуком у нас расположены вешалки для верхней одежды. Вот такая вешалка небольшая, специально для Мирослава, невысокая. Под зеркалом у нас крючки для ключей. И такая обувница металлическая, из металлических прутьев, облегченная, специально облегченная, потому что сундук сам по себе очень тяжелый. И чтобы визуально не нагружать, я специально искала что-то такое максимально просвечивающее и облегченное визуально. Ну и зеленый цвет использовала на контрасте с терракотовым. И вот такой декор на стене я использовала. Я купила немного позже, после того, как мы заехали, для того, чтобы поддержать концепцию всего интерьера. Напротив прихожей у нас расположен шкаф, как раз-таки в перегородке, которую мы построили между прихожей и гостиной, чтобы визуально разделить эти пространства. Фасады я придумала сама и начертила их сама. Фасады выполнены из МДФ эмаль и ротанговое полотно. А вот, кстати, как раз-таки, например, один из элементов вредительства моей кошки Сони. Она недавно поняла, что об этот шкаф можно точить когти. И сейчас я вам хочу показать вторую нишу, которую мы нашли в стене, и как мы ее использовали. Смотрите, вот ниша. Вот ниша, мы ее использовали как обувницу. На самом деле, достаточно много места и много пространства для обуви. И это большой был плюс для нас. Ну и вот весь, собственно, сам шкаф. Это я тоже, мы сами все рисовали, сами все, как, собственно, из кухни. Отправляли на раскрой и дальше сами все собирали. Мы находимся в ванной комнате. Как раз эту зону мы расширили для того, чтобы расположить здесь душ, стиральную машинку и достаточно вместительный шкаф. В этом помещении я использовала влагостойкую краску на стенах и керамогранит на полу и частично на стенах. Эта плитка продолжается из прихожей и заходит на стену в душевой. Таким образом соединяет два этих помещения. Здесь мы разместили стиральную машинку под столешницей. Столешница, кстати, выполнена из сращенного дуба, точно такой же, как и в кухне столешница. Но здесь она не претерпевала таких изменений, как на кухне. И достаточно вместительный шкаф стоит рядом. Сейчас я вам покажу. В шкафу у нас разместилась корзина для грязного белья, какие-то моющие всякие разные средства и, собственно, все наши личные вещи. Наверху мы разместили проточный водонагреватель, который мы включаем при необходимости. Но, собственно, это, как правило, две недели в летнее время, когда отключают горячую воду. Шкаф сделан из влагостойкого ДСП, собственно, по той же схеме, что и кухня, и гардеробная. Я его сама спроектировала, сама заказала. Но я пленилась поехать и выбрать непосредственно артикул и выбрала картинку по интернету, цвет непосредственно ЛДСП. И приехал немножечко цвет не тот, и я его покрасила краской в цвет серой плитки, чтобы это было прям тон в тон. Но он периодически скалывается. Видимо, нужно было прогрунтовать. Столешница здесь выполнена из такого же материала, как и на кухне. И, кстати, хочу обратить внимание, что она не претерпевала таких изменений. Здесь с ней более-менее все в порядке. Столешница у нас глубиной 55 сантиметров. Соответственно, стиральная машина у нас глубиной 40 сантиметров, не стандарт. Она немного уже классических размеров. И также она с функцией сушки. Унитаз подвесной, с инсталляцией. И также имеется гигиенический душ. Также за картиной, которую я написала сама, мы расположили ревизионный лючок. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Я установила здесь большое зеркало для увеличения пространства. За счет того, что здесь не очень много места, мы расположили здесь полотенцесушитель вертикальный. И по бокам от него расположили два крючка. За счет того, что у нас была такая возможность заменить все лаги, мы утопили душевой трап. И за счет этого мы не делали никакого подъема в душевой зоне. И получилось, что у нас здесь нет порожка. Ну, соответственно, только та часть, где ездят сами дверцы. В санузле два сценария освещения. Это потолочное основное освещение. И вот такой вот подвесной светильник, который повторяется у нас в зоне столовой. Вот и подошел к концу наш рум-тур. И если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Пока-пока!